МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Снизить стоимость пачки практически до одного цента. И подсадить на сигареты полмира. Этим пропитают обычную бумагу, потом добавят немного отходов табачного производства, упакуют и разложат по коробкам. В 2000 году Королевским колледжем врачей Великобритании был опубликован доклад, который назывался «Почему необходимо признать никотин наркотическим веществом?» Вот шокирующая правда этого доклада. В сигареты добавляют специальные вещества, которые не ослабляют, а усиливают действие и зависимость курильщика от никотина. Что же это за вещества? Мочевина. Афродита сигаретного бизнеса вышла совсем не из морской пены. Коровьей мочой начали пропитывать табак на сигарет ещё в 50-х. Добавление мочевина защелачивает табачный дым, в результате чего никотин гораздо быстрее всасывается и оказывается в головном мозге и оказывает своё адъективное действие. Адъективное действие – это привыкание потребителя к продукту. Отныне оно происходило практически молниеносно. Сергей Остроухов – единственный в России работник крупнейшей табачной компании, согласившийся рассказать, что находится внутри сигареты и чего производитель никогда не напишет на пачке. В соус-фермицизаторе содержится порядка 400 химических веществ, в том числе фазген, согласно официальной предоставленной информации производителя. И не говоря уже о очень тяжёлых токсических веществах, которые, в общем-то, присутствуют в каждой сигарете. К нам в руки попал этот список, который вряд ли когда-нибудь опубликуют. В нём сложные химические вещества, используемые для производства сигарет. Каждый из них выполняет свою функцию. Аммиак способствует, чтобы сигарета не тухла и никотин быстрее всасывался в кровь. Здесь есть и бензолы, и формальдегиды. В этом списке почти 30 позиций, особо опасных для здоровья добавок. Есть даже боевые отравляющие вещества. Сейчас вот то, что у нас подразумевается, что в сигарете табак – это не что иное, как фитиль, который пропитан химическими веществами для создания вкуса и, в общем-то, иллюзий, что ты куришь табак. Эти бочки, что мы сняли на одном из табачных производств, сразу после съёмки отправятся в цех. Теперь именно химикаты отвечают за вкус сигареты. Они заменили табак и позволили приблизить стоимость сигарет почти к нулю. К моменту, когда меня откровенно уже оттуда выжимали, увольняли, и были внедрены технологии БАТа, американские технологии, стоимость сигарет на момент моего увольнения приближалась, вот этих тысячи сигарет, приближалась к одному доллару. Это уникальная съёмка. Директор одной из табачных компаний согласился показать нам святая святых, так называемая «праймари» – линию по подготовке сырья перед тем, как оно попадёт в ваши сигареты. Не 10 лет назад, её 15 лет назад вообще выбрасывали, потому что не было технологий по её переработке. Директор табачной фабрики рассказывает про так называемую «взорванную жилку». Ещё одна тайна экономии табачников. Когда они поняли, что даже отходы можно использовать в производстве, для индустрии началась новая эра. Долгое время из табачного листа в производстве сигарет использовалась только часть этого листа. А довольно большая его часть, жилка так называемая, твёрдая часть этого листа, уходила в отходы. И отходы достаточно ядовитые. И именно поэтому их утилизировать было сложно. И фирмы, производители табака, несли потери. Думая о том, что можно сделать с этой жилкой, по-разному экспериментировали, додумались до того, что её можно мельчить, запихивать в автоклав, пропаривать, а потом резко снижать давление. Жилка взрывалась, и так называемая взорванная вот эта жилка мельчилась и добавлялась к табаку. Остаётся всего одна проблема. У такого продукта почти отсутствует вкус и крепость. Её решают знаменитыми химическими добавками. Опять-таки, это самое важное, чтобы сохранить вкус в сигарете. Вот барабан, где происходит увлажнение. И вот сюда же добавляется соуса, ароматизатор. Давайте попробуем взглянуть на содержимые сигареты. Если всмотреться в то, что многие принимают за табачный лист, среди небольшого количества табака и той самой взорванной жилки, можно с удивлением увидеть порезанную на части бумагу коричневого цвета. Ещё один секретный ингредиент – король экономии. На сигаретных фабриках его называют восстановленный табак. Он приходил нарезы, но это было очевидно, что это не что иное, как пыль, которую, в общем-то, всегда утилизировали, положенная на клейкую массу. В табачной индустрии работают талантливые люди, разумеется. Придумали способ утилизации вот этой пыли, отходов производства. Они её свозят на фабрику в Елец. Там эти отходы производства и пыль длительное время вывариваются в чанах, получают кашицу, которую высушивают, и получается некое папье-маше, что-то напоминающее папье-маше, и отвар, который они называют табачным ликёром. Проблема в том, что в этом папье-маше, который получается в результате этих действий, действительно очень немного смола никотина. А все смолы и никотин находятся вот в этом растворе. И таким образом, смачивая в последующем вот это папье-маше вот этим вот ликёром, отваром, и добавляя всевозможные соусы, ароматизаторы, состав которых никто не знает, и они приводятся из Германии, можно регулировать и содержание никотина, и содержание смолы, что угодно писать на пачке сигарет. Больше всего это похоже на дешёвую бумагу с очень неприятным химическим запахом. Это и есть основа того, что через некоторое время подожжёт и с наслаждением вдохнёт свои лёгкие курильщик под видом табака. Так в продаже появились лёгкие сигареты. Лёгкие сигареты отличаются от обычных только тем, что весят легче, и сделаны они из отходов табачной промышленности, из взорванной табачной жилки, жилки листа. Лёгкие сигареты – одна из модификаций идеи более безопасных сигарет, которую для табачной индустрии придумали специалисты по пиар ещё в 60-е годы. Тогда у сигарет появился бумажный фильтр, потом фильтр из синтетического волокна, потом на пачках появились надписи о содержании никотина и смол. Объединяло все эти новации одну. Вместо того, чтобы бросить курить, потребитель выбирал будто бы более безопасные сигареты. А табачные компании до сих пор считают доход. Ни сигаретные фильтры, ни снижение количества никотина и смол в сигарете не меняют риски заболеваний, не снижают зависимость, которая развивается от курения. Это хороший маркетинговый ход. Мы предлагаем вам несколько более безопасную продукцию, платите больше денег. Ещё одна невероятная уловка табачных компаний. На любой упаковке любого продукта вы найдёте описание, из чего он сделан. За одним исключением. Сигареты. Список из десятков химикатов и ингредиентов заменён одним словом. Ситуация настолько плоха, и она настолько серьёзна и страшна, что они стараются эту информацию не давать. Поэтому все вещества они закрыли одним словом смола. Профессор Заридзе больше 30 лет изучает опасные вещества, содержащиеся в сигаретном дыму. Его исследования, как и сотен таких же учёных по всему миру доказывают, более безопасной или менее безопасной сигареты не существует. Фильтр не останавливает канцерогены, вызывающие рак. А писать о содержании смолы или никотина в сигарете всё равно, что писать о цвете ядерного заряда на бомбе совершенно бесполезно. Вот мы изучили сигареты. Коллеги наши по всему миру в 25 странах купили одинаковое Мальборо, Филипп Моррис. Мальборо, которое все знают. И в этих сигаретах было примерно одинаковое уровни смолы. Но мы изучили в них содержание вот тех табак специфических на метро соединения, о которых я говорил. И разница была колоссальная. Выдающийся химик Билл Форрен. Восемь лет он занимал ключевые посты в компании Филипп Моррис. В это время его задачей было изучение опасности продукта, который выпускала эта компания изобретения более безопасной сигареты. Сигареты Мальборо, знаменитые сигареты фирмы Филипп Моррис, сегодня фактически такие же опасные, какими они были в 1972 году. Хорошо, если мы провели все эти исследования, чтобы сделать ее менее опасной, то почему она не изменилась? Если говорить в общем, то менее опасная сигарета должна стать принципиально другой. Настолько другой, что человек скорее откажется от курения, чем будет потреблять этот новый продукт. Вообще, многие обезопасенные табачные продукты проще выкинуть в урну, чем курить. Но вы же не можете рисковать половиной, тремя четвертями вашего бизнеса. Поэтому людьми, которые этот бизнес держат, было принято решение его не терять. Зачастую обезопасенные сигареты для табачной компании означает конец бизнеса как такового. Восемь лет он пробовал создать безопасные сигареты, пока не выяснилось, что его компания, эта продукция просто не нужна. Уменьшение количества зависимых людей для индустрии – это конец бизнеса. Поняв это, Билл Форрен начал говорить. Если никотинозависимые захотят, мы можем дать им более безопасную альтернативу сигаретам. Это легкие гели, чистый никотин, без химических добавок. Люди, работающие в Филипп Моррис, владеют уникальными технологиями, позволяющими полностью заменить нынешние опасные сигареты. Была даже создана отдельная компания – Крисали, с торгующими веществами, замещающими наркотики. И эти же вещества могут заменять никотин. Это было бы возможно? Заменить никотин? Абсолютно. Но почему они этого не делают? Потому что они не хотят. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!